Привет! Как дела? Сегодня я хочу рассказать вам о шести видах реальности, которые существуют на данный момент в нашем мире. О том, о чем я писала свою диссертацию, о чем я рассказывала вам в прошлом ролике, и о том, как эти реальности работают в данный момент или будут работать в скором времени в бизнесе. Начну с того, что литературное ревью мы должны были писать определенно только на основе академической литературы. Так как учебников или книг каких-либо академических не существует на данный момент о виртуальной реальности, мне пришлось брать всю информацию из статей научных, технических, маркетинговых, бизнес или каких-либо других академических журналов, к которым у нас был доступ через базы данных, которые оплачивал университет в нашей библиотеке. То есть электронная база данных, по-моему, я пользовалась базой Эпско, где можно было ввести информацию, допустим, в виртуальную реальность и получить некие статьи, которые на данный момент существуют. Мне очень повезло то, что когда я искала, когда я переписывала свою диссертацию с темой визуальной журналистики на тему виртуальной реальности, на тот момент еще не было никакой такой информации вот про шесть видов реальностей. Она вышла только в феврале и в базе данных она появилась чуть-чуть попозже, когда я начала как раз переписывать свою литературную ревью. И конкретно найдя вот именно эту статью, именно тему про шесть реальностей. Я была очень счастлива, потому что я уже осознала, о чем будет моя диссертация и на основе чего я буду писать свою практическую часть. Итак, о шести видах реальностей, которые на данный момент существуют в нашем мире, я рассказываю сейчас. Возможно, в будущем реальностей станет больше, возможно, меньше, какие-нибудь из реальностей не приживутся. Но что сейчас уже разработано и уже даже действует, об этом в данном ролике. Все шесть типов реальностей можно разбить на две группы. Одна группа, которая существует на основе реальных, реально существующих объектов людей или какого-либо окружения, это реальность, реалити и дополненная реальность, агментед реалити. Все четыре остальные вида реальностей существуют на основе цифрового аналога тех или иных объектов людей, людей или окружения. К ним относятся виртуальная реальность, virtual reality, миксованная реальность, mixed reality, дополненная виртуальность, augmented virtuality и виртуальность, virtuality. Итак, первая реальность это реальность. Собственно, наша реальная жизнь, в которой мы существуем, в которой мы общаемся день ото дня с теми или иными людьми, связано с какими-либо реальными помещениями, окружением, также пользуемся какими-либо актуальными реальными объектами. То есть то, что мы можем подержать в руках, прикоснуться руками, то, чем мы пользуемся день ото дня. Возьмем пример в области недвижимости. То есть если покупатель приходит к агенту по недвижимости и просит показать то или иное помещение, которое ему понравилось там по буклетам, которые он листал, то агент берет покупателя и ведет конкретно в реальный существующий объект, в реальную квартиру, где покупатель может увидеть все, что его интересует в реальном мире. А вторая реальность из этой группы, основанная на реальных объектах, это augmented reality, дополненная реальность, где добавляется слой информации о том или ином предмете, о том или ином объекте, ну или может быть даже в будущем будет и о человеке. Вся его подноготная. Ты наводишь на него телефон и все, что известно об этом человеке, появляется рядом, как слой информации. Да, для этого, для того, чтобы пользоваться дополненной реальностью, нужны специальные очки или смартфон. Ну, может быть, еще какой-нибудь гаджет в ближайшем времени будет изобретен, типа голограммы. Вся информация будет всплывать, как вот эти вот поп-ап рекламы. Поживем, посмотрим. По поводу дополненной реальности, если на примере агента по недвижимости, мы также в реальном мире приходим на объект, смотрим квартиру, наводим на, допустим, трубу и нам слой информации пишется о том, что этой трубе там столько-то лет. Или стоим рядом с домом и наводим телефон на там близлежащий дом и видим, что этот дом был недавно продан за такую-то сумму. То есть мы можем примерно понять стоимость того объекта, который мы смотрим. То есть можем сравнить цены дома, можем увидеть, какие могут быть налоги за это помещение. Все, что хотите, все, что очень важно и что интересно, можно увидеть в дополненном слое информации. Теперь о тех виртуальностях, которые представляют аналог реальной жизни, но в цифровом виртуальном пространстве. Первая из них — виртуальная реальность. Это уже знакомая реальность на основе игр. То есть человек, реальный человек, входит в цифровое окружение, созданное компьютерной системой. То есть человек взаимодействует с цифровыми объектами, окружением или другими людьми, которые реально существуют в виртуальном мире. Виртуальная реальность активно используется в тренингах, в симуляциях, в играх. Создавая какие-либо ситуации для профессионалов, можно увидеть, как профессионалы будут действовать в той или иной среде, в той или иной ситуации. Виртуальная реальность стимулирует какую-либо ситуацию, в которой человек должен поступить как-то, имея очки виртуальной реальности и даже есть некие перчатки и даже костюм, которые полностью как бы отзеркаливают ощущение нахождения в другом мире, как в реальном. На примере, допустим, недвижимости, опять же таки, если вы хотите посмотреть квартиру, которая находится на, там, за 3-9 земель, допустим, в Китае, и хотите купить этот объект, но не можете туда поехать, чтобы посмотреть этот объект, вам предоставляют полностью отснятую квартиру в 360 градусов съемки, куда вы можете, надев очки, зайти, посмотреть все комнаты, расположение комнат, мебель, планировку и даже вид из окна, находясь, допустим, в Великобритании или в США. Не обязательно ехать туда, но цифровое отражение реально существующего объекта – это есть виртуальная реальность. Миксованная реальность, mixed reality – это реальность объектов, которые существуют в цифровом, в виртуальном мире. То есть мы воссоздаем цифровые объекты, которые существуют в нашем мире и можем их внести в виртуальный мир. Например, у нас есть стол, который мы хотим воткнуть вот в то помещение, которое мы хотим купить. Чтобы стало понятно, допустим, на примере недвижимости, когда мы летим в Китай, в виртуальном мире входим в квартиру, мы видим квартиру с расстановкой их собственной мебели. Но при помощи миксованной реальности мы можем вытащить всю их мебель в том же окружении, в той же квартире и попробовать вставить свою. Мы можем померить стены, мы можем… В общем, это некие фрагменты, которые мы можем использовать в виртуальном мире. Дополненная виртуальность, augmented virtuality – это создание цифрового возможного, но не существующего в реальности мира, в котором люди и объекты могут взаимодействовать. И плюс к этому еще могут добавляться такие сенсоры, как слух, вкус и запах. То есть если мы летим в Китай, в ту же самую квартиру, которую мы хотим посмотреть, мы можем понюхать при помощи дополненной виртуальности, как пахнет в этом доме. Или мы можем услышать, что происходит за окном в этом доме. Чаще всего дополненная виртуальность используется в симуляторах. В таких симуляциях человек может коммуникатировать с другими людьми, которые находятся на другом конце света. Например, они управляют вместе с самолетом, который в данной ситуации что-то происходит, и они должны сделать какое-нибудь решение и использовать какой-либо объект, который они сами придумали для этого решения. В общем, это очень интересная штука. Или, допустим, инженер-конструктор или просто инженер, который создает самолеты, хочет испробовать какую-либо деталь, которая, может быть, поможет в конструкции данного самолета, но не уверен и хочет посмотреть в виртуальной реальности, как это будет действовать в реальности. То есть реально физические какие-либо законы могут действовать и в виртуальной реальности. Это очень сложная тема, это очень сложно объяснить. Но когда через год, два или пять лет произойдет все вот это вот виртуальное в нашем мире, когда мы уже свыкнемся с идеей, с этими технологиями виртуальной реальности, дополненной реальности и виртуальности, мы уже будем легче понимать, как это все действует. То есть виртуальная реальность в ближайшее время перевернет полностью мир, как в свое время интернет перевернул мир, который мы тоже никогда не понимали, как работает интернет, но он работает, и мы им активно пользуемся. То же самое будет и с виртуальной реальностью. Ну и последняя из реальностей — это виртуалити. Не думаю, что на данный момент она очень сильно разработана, но она реально одна из интереснейших реальностей, которая может разрастись в популярное направление. Виртуальность — это созданный, несуществующий мир, который мы можем испытать только при помощи очков, сенсора и других технологиях, например, голограмма. Допустим, Объединенные Арабские Эмираты анонсировали недавно тур на Марс, который произойдет до 2117 года, где туристы, которые полетят в этот тур, могут ознакомиться с умными домами, которые существуют на Марсе, с землей, с лесами, полями, ну и со всеми другими конструкциями, которые созданы при помощи голограммы в виртуальном мире для таких вот посетителей, желающих полететь на Марс в следующем столетии. То есть виртуализация — это несуществующий мир, придуманный в цифровом пространстве. Ох, это все очень тяжело и очень сложно понять, но как-то так вот по полочкам надо раскидать. Я сама иногда немного путаюсь, что и что. И даже бизнесмены, эксперты, у которых я брала интервью для того, чтобы закончить свою практическую часть и узнать, что в данный момент уже существует в бизнесе и как это действует, тоже нету таких у них определенных градаций между одной реальностью и другой реальностью. Чаще всего реальности взаимодействуют друг с другом. Мы чаще используем виртуальную реальность, где можем добавить дополненную реальность, что в принципе превращается в миксованную реальность. Градации, наверное, это все можно назвать виртуальным миром. Наверное, так. Виртуальный мир, виртуальные конструкции, виртуальные технологии, которые будут нам помогать, я надеюсь, в дальнейшем в нашей жизни. Пока на этом все. О том, что я нашла в своей практической части, общаясь с экспертами в области различного бизнеса, какие технологии уже используются в нашем современном мире и как они используются в бизнесе, в маркетинге, в ритейле. Я буду рассказывать вам в следующих роликах. Я не прощаюсь с вами, говорю вам до свидания, до новых встреч. Увидимся в следующий раз. Продолжение следует...